Ну вот, снова у нас сменились декорации. Следующая серия трав, их всего немножко. Так, это что за трава? Как она называется? Водяной перец. Водяной перец. Сейчас мы этого перца посмотрим. Каков вам перец этот? Интересно, колокольчик у нас подпевает. Я закрыла. Это у нас настойка. Настойка водяной перец. Энергетические свойства. Она очень деликатно проникает, такими легкими пощипываниями. Знаешь, она как делает? Она как бы, знаешь, вот очень-очень ненавязчиво, вот как бы, вот так, знаешь, на мягких лапках, как киска подходит. Потом начинает это пощипывать. Пощипывает именно ту область, на которую воздействие идет. Но она может использоваться как общеукрепляющая на весь организм в целом. Вот она интересная очень. Ну, это каждая трава, в общем-то, да. И может иметь, ее можно скомпоновать для определенного рода какого-то заболевания и воздействовать именно на плоскость. Но именно на, не точно, а оно берет очень большую площадь. Большую площадь. Она такая вроде мягкая, ненавязчивая. Да, но ее основная медицинская функция – это кровоостанавливающая. Ого! Интересно. Там вот, когда кровотечение маточное, при геморроидальных, а там не матки помогает как бы сжимать. Такая вот она. Интересно, как функция такая. И вот открытые кожные заболевания называют же «Дикое мясо». Да, да, да. Абсцесс. Да, да. Вот с этим. Ну, то есть вот, да, вот поэтому они так показывают, что, ну, короче, да, что энергетическая некая площадь, да, которая, она так, с кончиком медленно бережно деликатно. Вот такие энергетические свойства у этой травы. Так. Так, теперь я беру следующий состав. Так, это у нас на аммиаке, да, на стайной. Топту. Трава. Ну, птичьи горе, гусиные лапки. Так. Ну, вот, слышать, слышала, слышала звон, да не знаю, где он, ничего не знаю о травах. Поэтому со мной очень интересно. Этот эксперимент, я думаю, будет очень интересен, особенно, наверное, тем, кто хорошо понимает в травах. Потому что, когда сидит человек, чего-то чрево вещает о каких-то травах. Так. Сейчас я посмотрю. Топтун. У него очень интересные свойства. Оно у него, сейчас скажу, сейчас я сформулирую правильно то, что я вижу. Как оно работает, его последовательность, как оно начинает действовать, сейчас скажу. Оно действительно, не зря его, видимо, назвали топтун. Сейчас объясню, почему. Потому что, знаешь как, оно работает не сразу, а по накопительной. То есть, его нужно обязательно. Оно, знаешь, сначала, проблему заболевания, оно как бы его немножко сначала втаптывает. Оно его сгущает, сдавливает и утрамбовывает. Вот что оно делает. У него свойство энергетическое утрамбовать. Следующая функция, когда оно уже утрамбовало, оно начинает его, знаешь, что делать? Оно берет его и сжимает еще больше, он трамбовывает. И начинает его как бы плотно скатывать в комок. Значит, у этой травы имеется несколько энергетических свойств. Первое, утаптывание. Второе, включается торсион, потому что торсион нужен для того, чтобы скатать что-то и собрать. И третье свойство в этой траве, у нее, знаешь, какое, у нее есть такое свойство, как бы приподнимает. Я бы даже сказала, знаешь, что напоминает, если взять наш 3D-мер, это как трактора, которые что-то вывозят, как перевозят. То есть, у него есть свойство такое поднимать, поднимать и вывозить. Получается, что у одной этой травы три свойства. То есть, она сначала утаптывает, собирает, уплотняет, потом еще сильнее уплотняет, скатывает, а потом уже как бы вывозит, вытаскивает. Вот такое свойство. Да, у него есть свойство у нас, оно против камней. Оно растворяет камни в почках. Вот. Видишь, как интересно. Вот такое свойство. То есть, растворяет. И соль выводит, камни выводит. А вот я говорю, что по энергетике... А мультиполовой хорошо работает. По энергетике, это когда трава вытаскивает что-то очень тяжелое. Понимаешь? Ну, как вот очень тяжелое, плотное очень. Но для начала, перед тем, как вытащить, она, знаешь, что делает? Она как бы собирает. Собирает у нее такой, собирает, уплотняет, а потом вынимает. Вот это такое вот интересное свойство. Они как-то внешне похожи, прям, кажется, что они похожи. Но у этой листочки такие, знаешь, белорозовые. Вот, вот оптуна, ну, спорыша, да. А водяной перец, он тем-то похож, но только листья с гладкие, красивые и высокие. Гусиная лапка, она же... Она стелится, да, стелится. Стелится и вырастает чуть-чуть, ну, на 10-15 сантиметров. А потом она ложится. А это вот такая. Ну, и висит цвет разный. Ну, она, конечно, настолько и вытечка, они разные. Вот такие интересные травы у нас. Да.